Приветствую друзья! Вы на канале Медвежий Барабан. Решил заснять небольшой обзор и поделиться с вами новым приобретением. А именно это поисковый магнит двухсторонний на 400 килограмм. Приобретал я его не просто так, а с целью разнообразить контент. Как ранее многие просили, выходы на природу с поисковым магнитом. Кто смотрел мои первые ролики, уже знает, что я имел опыт пользования магнитом, но слабеньким, всего на 120 килограмм. На данный момент я созрел для покупки чего-то более серьезного. Поэтому вот, титан на 400 килограмм, двухсторонний. Ссылочки на старые ролики оставлю в описании к этому видео. Кому интересно, можете посмотреть. Итак, немного о самом магните. Кто не в курсе, зачем и для чего все это, данный магнит предназначен для поиска и подъема металлических предметов из разных водоемов. Поверьте, найти в воде можно много интересного. Грузоподъемность данного магнита более 400 килограмм. Комплектуется данный магнит двумя ремболтами, которые при необходимости можно выкрутить. Соответственно, здесь установлен не обычный магнит, а неодимовый. Вес данного магнита 2,5 килограмма. Поверьте, ого-го, штучка тяжеленькая. По сравнению с моим 120-м. Сразу хочу ответить на вопрос, друзья, многих, которые интересуют. Магнит не примагничивает драгоценные и цветные металлы в чистом виде. Но знаю случаи, когда, например, люди доставали золотые и серебряные, ну, всякие цацки со дна водоемов, так как нередко бывает, что замочки у цепочек выполнены из стали. Приобретал данный магнит на сайте magnetprof.ru. Доставка и помощь в выборе товара на высоте. Все, что нужно, подскажут и расскажут. Сама доставка заняла пару дней с деком. Помимо поисковых магнитов, у ребят много другой магнитной продукции. Залетайте и ознакомливайтесь. Плюс ко всему, для тех, кто решит заказать поисковые магниты в данном магазине, будет предусмотрена скидка в 5% по промокоду Медвежий Барабан. Да-да, который нужно будет указать в комментарии к заказу. По мне, так это приятный бонус. Ссылочки на магниты и магазин будут в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. Подводя итоги, что хочу сказать, ребят. Считаю данное увлечение, а для кого-то и работа, отличным хобби и времяпровождение. Ну смотрите сами, выезд на природу, свежий воздух, правильно? Физические нагрузки, полезно. Чистые водоемы, как минимум, плюсик в карму. Да и возможность найти что-то интересное, а возможно и драгоценное. По мне, так одни плюсы. Поэтому, друзья, ждите в скором времени новый контент с природы. А именно, магнитная рыбалка. Скоро откроем сезончик. Друзья, чтобы было нагляднее, для тех, кто не в курсе, как он магнитит. Сейчас я вам продемонстрирую. Для примера, возьмем монетку и будем пододвигать постепенно его. Давайте еще одну положим. Скажу сразу, что снять монетку вот так вот просто подцепив у вас не получится. Только сдвигая. Потому что магнитит он на ура. Я думаю, все слышат, с каким щелчком он примагничивает данные монеты. Поэтому техника безопасности здесь тоже важна. Берегите свои пальцы и руки. В завершение, чтобы видео не казалось достаточно пустым, покажу, как я завязываю узел на магните. Чтобы все было надежно и, соответственно, чтобы его не профукать. Коротко о том, как я завязываю узел для поискового магнита. Такая вот веревочка у меня. Новая. Уже проверенная. На прошлом поисковом магните такая же была. То есть я ей очень доверяю. Вроде как не подводила пока. Шнур, кстати, да, кому интересно, я использую 8-миллиметровый. Максимальная нагрузка 500 килограмм. По заявлениям производителей. Итак, для наглядности сделаю так, чтобы было лучше видно. Офигеть, магнит тяжелый, у меня аж стол качается вместе с камерой. Покажу на маленьком, чтобы вам было лучше видно. Берем веревку с запасом. Плюс-минус там сантиметров 40-50. Ничего страшного. Не жалейте. Итак, берем веревку. Заводим в кольцо. Давайте сейчас это сдвину, чтобы подальше было видно. Вот так. Заводим в кольцо. Протаскиваем. Протащили. Берем этот конец. И заводим еще раз сюда же. Получается у нас вот такая вот петелька. Я думаю, прекрасно видно, да? То есть, ну, обмотали, грубо говоря. Потом берем этот же конец. Перекладываем сверху. И заводим сюда в кольцо. Вот таким вот образом. И затягиваем. Вот так вот. Сам прикол, что здесь получается у нас заведено сразу два, да? То есть, для надежности. Что делаем дальше? Заводим веревку сверху. И выводим. Просто делаем узел. Раз узел. Два узел. И три узел. Вот что у нас получается в итоге. Советую даже побольше веревки взять, чтобы запас был больше. Лучше пусть будет больше, чем потом не хватит. Вот таким вот образом завязываю магнит. Дальше что можно еще сделать? Обычно, что я делаю? Чтобы вот этот хлястик не болтался и не имел свойства вот отсюда вылазить. Берем. И вот здесь шлепаем стяжечку. У меня сейчас просто под рукой нету. Сюда ставим стяжечку. И все это можно пройтись изолентой. Вот такой вот узел незамысловатый. Таким узлом я уже ходил на магнито-рыбалку, так скажем. Ни разу не подвел. И соответственно сам узел никогда у меня не развязывался и не пытался даже. Магнитосик готов к съемочкам. 120-й. Шнур. 8-миллиметровый. В принципе ничего нового. Я думаю, как многие уже рассказывали. Обычный стандартный шнур. Единственное, затягивайте все посильнее. И имейте ввиду, делайте запас. Лучше всегда чуть-чуть отрезать, если уж много лишнего, чем будет маленький хвостик. Я достаточно маловато взял. Узлов так можно навязать здесь и больше. Не проблема. То есть, чтобы вот здесь был помассивней, так скажем, хват и удобнее даже кидать так будет. Поэтому навяжите здесь не три узла, а четыре-пять. Оно же вам в плюс сыграет. Также, друзья, пишите комментарии. Интересно узнать, есть ли среди нас те, кто увлекается магнито-рыбалкой. Или задумывался когда-нибудь заняться. Рад буду пообщаться. Напомню, помимо магнитной рыбалки, мой, так скажем, штатный контент посредством самообороны и так далее, будет выходить, как всегда, вовремя. С вами был Медвежий Барабан. Берегите себя и своих близких. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok